Доброе утро! В студии Елена Краева и Ольга Дмитриева. Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Встречайте новый день с нами. Сегодня в выпуске вы увидите. Обновленное пространство. Глава округа Андрей Иванов посетил вторую Кубинскую школу. Насущные вопросы. В Одинцовской администрации прошло совещание с жителями больших и малых везем. Природа во всей красе. В Звениграде провели урок живописи. Мы с вами. В Подмосковье прошел флешмоб в поддержку наших бойцов. 15 лет назад, 8 августа, открылись 29-е Олимпийские игры в Пекине. Талисманами 2008 года стали пять персонажей, названных Фува, что в переводе с китайского означает «дети удачи». Они символизируют пять олимпийских колец. Каждый из них окрашен в один из олимпийских цветов. Также они обозначают пять базовых природных стихий – воду, дерево, огонь, землю и металл. Дизайн талисманов выдержали в стиле традиционного китайского искусства. Участие в Олимпиаде приняли 11 тысяч 99 спортсменов из 204 стран. Лидером в неофициальном командном зачете стал Китай. Второе место заняла команда США, третья – Россия. Чем еще запомнился этот день в истории, расскажем в следующей рубрике. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 1926 году датский инженер разработал бесшумную и непахнущую модель. В СССР первые холодильные камеры создали в 1937 году на Харьковском тракторном заводе. Их массовое производство запустили только в 60-е годы. 8 августа 1900 года в Бруклине прошел первый матч за Кубок Международной Федерации Тенниса. В награду победитель получил серебряный кубок, пожертвованный студентом Гарвардского университета Дуайтом Филли Дэвисом. С тех пор состязания получили название Кубок Дэвиса. А приз считается самым престижным трофеем в мужском теннисе и представляет собой серебряную чашу с позолотой, высотой 33 см и диаметром 45 см. В 1981 году сформировали денежный призовой фонд 27 миллионов долларов. 8 августа отмечают Международный день альпинизма. В этот день в 1786 году путешествующий врач и горный проводник достигли пика горной вершины Монблан. Высота ее почти 5000 метров. Этот праздник все покорители высот используют как еще один повод для встреч, обмена опытом, установки новых рекордов покорения новых вершин. В некоторых городах разных стран в этот день спортивные клубы устраивают соревнования, концерты и праздничные мероприятия. Также сегодня отмечают Всемирный день кошек и Международный день офтальмологии. 8 августа 1889 года в Москве родилась русская балерина и актриса немого кино Вера Каралли. В 1906 году она окончила театральное училище под руководством Александра Горского и стала солисткой Большого театра. Исполнила огромное количество ярких драматических ролей, участвовала в балетных постановках «Дочь фараона», «Жизнь за царя» и «Лебединое озеро». Критики признавали за актрисой большой драматический талант. Еще в этот день родился советский актер театра и кино Виктор Авилов и советский космонавт Светлана Савицкая. Глава округа Андрей Иванов посетил вторую Кубинскую школу. Там продолжается капитальный ремонт. Строители уже приступили к монтажу фасада и завершают благоустройство территории. Подробности в нашем следующем сюжете. Продолжается капитальный ремонт второй Кубинской школы в рамках президентского проекта образования. Начался он весной этого года. Тогда от школы оставили только несущие стены. После завершения работ она будет полностью соответствовать современным стандартам. Глава округа Андрей Иванов вместе с депутатом Московской областной думы и начальником территориального управления Кубинка посетили объект. По этой школе видно, что фактически идет перестройка ряда помещений. Был пищеблок, актовый зал, все совместно. Теперь актовый зал отдельно, пищеблок переносится в другое место. И было принято решение еще в прошлом году проведить ремонты, начиная с нового года. На объекте работают около 200 строителей и 7 единиц техники. Готовность его почти 70%. Во всем здании сейчас завершают укладку кирпичных перегородок. На сегодняшний день выполнены работы по устройству по коридорах на втором-третьем этаже. Положили плитку. Подготовили основание на первом этаже. Завершается уже кладка. В общем, по всей школе. Буквально осталось пару дней. Приступили к работам по монтажу керамогранита на фасад. А еще ставят окна и ведут работы по благоустройству территории. Во время обустройства стадиона строители столкнулись с некоторыми сложностями. Пришлось убрать мягкий грунт, чтобы дойти до твердой поверхности. Для выравнивания площадки потребовалось около 600 кубов песка. Сейчас идет утрамбовка основания под статион. Ремонт планируют завершить к 1 сентября. Раиса Киян, телекомпания «Одинцова». В Одинцовской администрации прошла встреча с жителями по проблемным вопросам больших и малых везем. В обсуждении участвовали профильные замы, депутатский корпус, общественники и инициативные жители. Такое тесное сотрудничество позволяет детально погрузиться в каждую из проблем и решить ее более эффективно. Материал Полины Баховой. Обсудили насущные проблемы и прошлись по отработке поручений. В администрации Одинцовского округа состоялась встреча по вопросам больших и малых везем. По этой территории сейчас прорабатывают 45 поручений, 22 из которых уже выполнили. Проведены работы по нанесению дорожной разметки зебры на переходе от сквера Парк Победы в Большевиземской гимназии. Организована пешеходная дорожка к остановочному павильону по адресу Большевиземы, Можайское шоссе, Дублер. Установлена камера видеонаблюдения с обзором прилегающей территории управляющей компании СДСО «Спектр». Интегрированную систему «Безопасный регион». А также установили лавочки, организовали новые парковочные места и убрали сухие деревья. Эти и другие задачи уже в списке выполненных. Жители озвучили и другие наболевшие вопросы. У нас постоянно вылетает электричество, постоянно люди несут ущерб. Это несколько вопросов, поэтому мы на особым контроле. На этот год было запланировано окончание ремонта культурно-досугового центра «Новое поколение», но сроки сдвигаются. Закупка откладывалась, и мы попали вот в такие сроки. Но в любом случае, по-моему, месяца два назад мы уносили изменения и сообщали публично о том, что, конечно же, к 1 сентября мы просто качественные, красивые домокультуры открыть не сможем. А к 1 января уже точно сможем. Для эффективного разрешения других вопросов в населенных пунктах предложили создать график личных встреч при участии МЦУР. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». В Подольске, в микрорайоне «Кузнечики» открыли пешеходную зону по бульвару «65-летие Победы». У этого участка своя небольшая, но интересная история. Там неподалеку располагался военный аэродром «Кузнечики», с которого в годы Великой Отечественной войны отправлялись на боевые задания истребители 177-го авиационного полка, в котором служил герой Советского Союза Виктор Тололихин. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. В Подмосковье реализуется масштабная программа ремонтов учреждений здравоохранения. В настоящий момент работы ведутся на 80 объектах. Это и капитальный, и текущий ремонт. В программу вошли стационары, поликлиники, амбулатории, посты, подстанции скорой помощи и другие объекты. Особое внимание выделяется организации процессов, чтобы пациент чувствовал себя комфортно от входа на территорию учреждения и до окончания лечения. Работы планируется завершить в этом году. В Минтрансподмосковье подготовили список маршрутов до грибных мест. Ориентиром для жителей Москвы и области могут стать железнодорожные станции, до которых можно доехать как на электропоездах, так и на автобусах, курсирующих по маршрутам региона. Самыми грибными направлениями можно назвать Киевское и Ленинградское. Здесь растут практически все виды грибов. В Волоколамском направлении преобладают подберезовики и подосиновики. Всем любителям лисичек, груздей и рыжиков предлагают отправиться в Дмитровский округ на станцию Икша. 19 августа в усадьбе Захарова музея-заповедника Александра Сергеевича Пушкина и парке Захарова в восьмой раз пройдет семейный литературно-музыкальный фестиваль для любителей искусства «Традиция». Он представит более 50 событий, концерты, поэтические перформансы, лекции, спектакли для детей, мастер-классы и народные забавы, традиционные промыслы. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры России, Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области и администрации Одинцовского городского округа. Вход свободный. Богатство красок и создание картин на природе при естественном освещении. Так называется пленерная живопись. Мастера работают на открытом воздухе и раскрывают природу во всей ее красе. Открытый урок прошел в эти выходные в Звенигороде. Материал Раисы Киян. Краски, свежий воздух, единение с природой. В Звенигороде прошел открытый урок по пленеру. Это техника написания картин вне мастерской, на природе, при естественном освещении. В отличие от традиционной студийной живописи, он позволяет художнику с большей точностью отобразить на холсте богатство окружающих красок и малейших изменений цвета натуры. Палитра не только на красках, но и в душе человека. Все зависит от каких-то полутонов, смешений. И получается другая степь. Пленер появился в начале 19 века в Англии и стал основой эстетики художников, для которых свет и воздух приобретают самостоятельное значение и интерес. Картины здесь пишут разными видами красок – масляными, акварельными или акриловыми. Но для того, чтобы идеально передать все богатство натуры, приходится учитывать многие нюансы, в том числе время суток и сезон года. Я рад, что сегодня на пленере присутствует столько много маленьких художников, детишек. Мы, как вы уже говорили, о том, чтобы смотреть на мир глазами ребенка, что здесь будет скоро проходить набережная, ее будут благоустраивать. Я очень рад, что город в этом принимает активное участие. И для художников это важно, чтобы проводить пленера. Юная художница Анастасия узнала о мероприятии от мамы и пришла сюда с подругой отдохнуть и порисовать. Считает, что такое времяпрепровождение позволяет откинуть все негативные мысли. Я думала, мы будем рисовать портрет. Потом мы решили нарисовать пейзаж, Москву, реку и природу. В художественных школах всего мира обучают детей искусство написания картин на открытом воздухе. Несмотря на появление новых стилей и направлений, с уверенностью можно сказать, что у пленера прекрасное будущее. Раиса Киян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». С 10 августа по 31 декабря профессиональные гиды проведут 140 бесплатных экскурсий по нецентральным районам столицы в рамках проекта «Гуляем по Москве». Гости посетят новые парки и общественные пространства, с которыми связана история города. Первый цикл прошел в прошлом году и включил 20 столичных районов. В этот раз географию проекта дополнили. Что еще интересного произошло в столице, узнаем прямо сейчас. В Москве отреставрируют кинотеатр «Ударник». Специалисты приведут в порядок фасады здания, обновят интерьеры, оснастят современным оборудованием. Помимо кинозалов для гостей обустроят кафе, книжный магазин, пространство для просветительских и выставочных проектов. А на крыше – террасу и смотровую площадку. В Московском парке Яуза вдоль Северодвинской улицы создали Дерт-парк для катания на трюковых и горных велосипедах. Сегменты трассы поделены на пять полос различной степени сложности протяженностью 350 метров. Парк подходит для различного уровня подготовки – от начинающих райдеров до прогрессирующих спортсменов и профессионалов. С 9 по 14 августа изменится расписание поездов НЦД-2, а также Курского, Рижского и Горьковского направлений Московской железной дороги. Это связано с развитием инфраструктуры на станциях Любленосортировочная и Железнодорожная. Изменения коснутся графика отправления и прибытия электричек, числа остановок и протяженности маршрута. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Далее в программе вы увидите. Мы с вами. В Подмосковье прошел флешмоб в поддержку наших бойцов. Арбуз – вкусная ягода. Во второй Одинцовской библиотеке состоялся тематический мастер-класс для детей. Новости онлайн. О событиях в округе, которые обсуждают в социальных сетях, расскажем в нашей рубрике. В Нарофоминске прошел флешмоб «Встанем!» в поддержку бойцов, которые принимают участие в спецоперации. Более сотни участников выстроились в живые буквы, образовавшие фразу «Мы с вами». Подробнее в сюжете Екатерина Крамор. Ветераны боевых действий, военные срочные службы, волонтеры, местные жители и даже дети. На площади Победы в Нарофоминске прошел флешмоб «Встанем!» в поддержку бойцов, участников спецоперации. Понимаешь, что ты делаешь нужное, важное для Родины дело. Это очень и очень важно – знать, что тебя поддерживает народ. Сотни людей вышли на акцию и показали жест рукопожатия в знак поддержки и сплоченности. А еще они выстроились в живые буквы, которые образовали надпись «Мы с вами». Сейчас, стоя в таком импровизированном строю, чувствуя локоть друг друга, мы, я считаю, сделали очень хорошее дело. И очень важно то, что с нами были и дети совсем несмышленные. Они еще не понимали, что происходит и для чего это, но чувство сопричастности у них осталось. Екатерина Крамор, Ольга Дмитриева, телекомпания «Одинцова». В Перми покажет спектакль, в котором прозвучит необычная симфония. В основе музыкального произведения – звуки заводов. По мнению авторов, задумка поможет гостям погрузиться в увлекательный сюжет о взаимодействии искусства и производства. О других событиях нашей страны расскажем в следующей рубрике. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В музее-заповеднике «Царское село» под Санкт-Петербургом продолжаются реставрационные работы личных покоев Екатерины Великой. Мастера воссоздают интерьеры восьми залов, в которых императрица отдыхала и принимала своих фаворитов. В процессе работ обнаружили тайный ход – потайную дверь на лестницу, по которой Платон Зубов и другие фавориты Екатерины Второй могли незаметно навещать императрицу. Власти индонезийского острова Бали депортировали россиянина за злоупотребление турвизой. В апреле губернатор провинции Вайен Костер предложил отменить визы по прибытии для наших соотечественников, так как, по его мнению, именно они наиболее часто совершают правонарушения на острове. В связи с чем в июле число российских туристов резко сократилось. Они оказались на 10-м месте в списке иностранных посетителей. Во второй Одинцовской библиотеке прошел мастер-класс «Арбуз – вкусная ягода». Для детей организовали веселые конкурсы, викторины и танцы. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. День арбуза! Это сочная, как бы вы думали, эта крупная ягода. Веселые конкурсы, танцы и мастер-классы проходят в Одинцовской библиотеке номер 2. Летом Александра часто приходит на занятия. Мне очень понравились конкурсы, там, где мы рисовали клоуна. Итак, мы сегодня с вами делали арбуз, объемность. После конкурсов дети учились делать арбуз из цветной бумаги. К каждой ягоде можно привязать цветную ленточку и забрать готовую поделку домой. Такие мероприятия проходят регулярно. Узнать о них можно из соцсетей или на официальном сайте организации. Участником может стать каждый. Главное – быть прикрепленным к этой библиотеке. Так как летний период у нас три месяца длится долгий, и дети остаются часто в городе, чтобы им было интересно, познавательно и весело, мы стараемся проводить такие мероприятия каждую неделю, три раза в неделю. Карина Яряшева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Жители города могут подать заявку на получение медали «Материнская слава Одинцовского городского округа». Для этого нужно проживать на территории муниципалитета в течение последних пяти лет, и в семье под опекой или на воспитании должно быть не менее трех детей. Документы для рассмотрения кандидатов принимаются в территориальных управлениях до 1 октября. Об этом пишет телеграм-канал «Про округ». О других событиях в округе, которые обсуждают в социальных сетях, расскажем в следующей рубрике. На центральной площади города Одинцова 12 августа в 12 часов пройдет Международный день молодежи. В программе будут музыкальные выступления, спортивные мероприятия, конкурсы, розыгрыши и еще много всего интересного. Вход свободный, об этом пишет телеграм-канал «Про округ». Учительница русского языка и литературы Маргарита Грачева из Одинцовского лицея номер 2 получила сертификат на соципотеку. Она не раз участвовала в различных конкурсах для педагогов и достигала успехов. Благодаря социальной программе она и ее двое сыновей смогут переехать в трехкомнатную квартиру. Об этом сообщает телеграм-канал «Одинцова оперативная». Одинцовская ферма изготавливает сыры, не имеющие аналогов в России. Она перерабатывает около пяти тонн молока в неделю и производит сыры с мытой коркой. Варят их из коровьего, козьего и овечьего молока. Именно из последнего и получается уникальный сыр. Об этом сообщает телеграм-канал «Одинцова оперативно». 27-летний индийц побил рекорд по количеству разбитых грецких орехов головой за одну минуту. За секунду он раскалывал их в среднем по четыре с половиной штуки. Согласно условиям, грецкие орехи должны быть сырыми, расположены на столе в любом порядке, но за один удар можно расколоть только один, минимум на две части. На счету рекордсмена оказалось 273 ореха. О других событиях в мире смотрим прямо сейчас. В Дубае задержали рейс из-за сбежавшего из грузового отсека медведя. Животное перевозили по всем стандартам и правилам в столицу Ирака. В стране содержание диких животных стало очень популярно среди богатых людей. В иракской авиакомпании заявили, что не виноваты в случившемся, поскольку направленные властями Эмиратов специалисты должны были усыпить медведя и вывести животное из самолета. Однако не сделали этого. Кто является владельцем зверя, неизвестно. В Германии группа ученых обнаружила вход в пещеру ледникового периода, который безуспешно искали последние полвека. О существовании самой пещеры стало известно еще в 1970-х годах, однако до последнего времени именно вход в нее найти не удавалось. Исследование показало, что он был замурован на протяжении 16 тысяч лет. Ранее здесь же были вскрыты входы в пещеры Гнирс и Петерсфельс, возраст их от 13 до 15 тысяч лет. Внутри нашли удивительные вещи времен последнего ледникового периода. Теперь археологи надеются получить то же самое и от новой пещеры. В Нидерландах разработали самый быстро заряжающийся аккумулятор в мире. Он предназначен для гоночных машин. Зарядить электромобиль можно всего за 4 минуты. Авторы идеи разработали новую технологию, благодаря которой аккумулятор во время зарядки не перегревается. Для этого в него поместили пластины с охлаждающей жидкостью. Это положительно влияет на срок службы. На одном таком заряде электрокар способен проехать 250 километров. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем 22-24 градуса. Ночью 18-20. Ветер северо-западный 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 75%. Геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках. А также следите за новостями в телеграм-канале про округ. А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале про молодежь. А если вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который видите на ваших экранах. Это было «Утро на ОТВ» в студии Ольга Дмитриева и Елена Краева. Мы желаем вам прекрасного дня, отличного настроения и побольше теплых солнечных лучей. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова